Привет, дорогие мои любимые друзья! Ребята, совсем недавно я сидел перед вами, мучился, страдал, горел, жрал эту чипсину самую острую, которая называется Пакий, Пакуй, Позапакуй, Хат Чел, One Chip Challenge. И вот меня многие уже просят давным-давно, ты знаешь, что существует такой-то рамен, то есть доширак, который можно купить в магазине в Америке, который реально очень-очень острый. А мне про него еще рассказал Дима Америка ТВ. Ну, прежде чем мы начнем этот челлендж, ребята, я хочу вам рассказать одну интересную вещь. Это очень понравится и заинтересует тех ребят, которые живут и работают в Америке здесь. Особенно трак-драйверы, у которых есть права CDLA. То есть, если вы соло-драйвер или у вас команда Team Drivers, то есть замечательная компания, которая образовалась не так давно, но она быстро набирает рост. Уже как два года они занимаются перевозками грузов коммерческими. Очень стабильная и высокооплачиваемая работа. Им нужны сейчас драйверы, ребята. У них самое высокое новое оборудование, и не хватает вот именно квалификационно хороших трак-драйверов. У меня в ссылке, в описании, точнее в описании, у меня телефончик, который вы можете позвонить, и там человек Вадим вам все расскажет про их компанию, какие нужны им трак-драйверы, какие зарплаты, какие гарантии, что там вообще гарантируется. Вот. И также у меня в описании мыло, имейл, адрес почтовый, где можно связаться с Вадимом и расспросить у него про все вот эти нюансы. Ребята, обязательно. Я знаю, что у меня есть много знакомых, которые занимаются трак-драйвингом. Людям реально сейчас нужны хорошие трак-драйверы. Спасибо большое. Ну, насчет теперь нашей острой лапши. В магазине в американских, практически во всех азиатских, и даже я встречал и не в азиатских, в обычных магазах, продается вот такая вот лапша от компании Саньян. Вот. Саньян уже давно здесь используется, и она очень популярная. Называется она Hot Chicken. Это что-то типа острая, острая, острая курочка. Острая курочка такая. И она реально острая. Я еще давным-давно попробовал, где-то, наверное, года 3-4 назад, и офигел, насколько она острая была. Но это, оказывается, не самая острая лапша. Что они сделали? Они взяли эту и сделали ее в два раза острее. Вот такая вот, в два раза острее лапша. На данный момент это считается самая острая коммерческая лапша. Ну, конечно же, ребята, вы можете купить доширак, открыть его, заварить его и начать туда фигачить там Ghost Pepper, то есть призрак перец, Carolina Reaper, там целые пакеты сухой призрак туда нафигачить. И, конечно же, это все в огне взорвется, и будет самая острая лапша. Ну, экстракты туда добавить и все такое. Но! Из магазина это считается самая острая лапша. Ну, что же, ребятки, пора уже пробовать ее. На всякий пожарный, если у меня загорится пуканчик, и не только пуканчик, и губанчик, и язычончик, у меня молочко холодное. Открываем. Ну, внутри, как обычно, ничего такого сверхъестественного нету. Баян из лапши, можно так вот аккордеон. Конечно же, идет всякая зелень обычная. Это сухие водоросли, кунжутные семечки, приправки разные. И пизде ле резистанс. То, что, конечно же, мочит все пуканы. Это вот этот вот соус, ребята. Two eggs spicy, то есть двойная острота. Двойная острота, ребята. Давайте-ка мы его заварим быстренько, чтобы не тратить время. В моей любименькой штучке, вот в этой. Раз. И где-то 550 миллилитров воды. Ну, говорят, что 650. 550 хватит вполне. Так, пока водичка нагревается, я открою второй пакет и достану второй пакетик с соусом, чтобы полностью загубить свою душу. Недавно смотрел Грилькова. Леха Грильков, привет тебе огромный. И Леха там тоже пробовал вот эту вот именно лапшу от Самьян. Самую-самую острую. Двойной остроты. Вот. Мы будем использовать два пакетрона. Вот они. Два пакетика. С адским острым соусом. Два eggs. Так, ну что, берем нашу лапшу и в кипящую воду ее. Вот так вот. Так, лапшичку выключили. И теперь ее вот так вот к нам в тарелочку, в миску. И, конечно же, 8 ложечек водички. Ну, где-то примерно так. Лапшица. То есть, здесь достаточно еще воды, чтобы из этого получился тот самый острый соус. Ну что же, ребятки, поехали. Приятного вам аппетита. Самая острая лапша. Ну, была не была. Двойная спайси. То есть, двойной остроты. Самьян. Самая острая лапша, которую вы можете купить в магазине. Нифига себе. Соус прям черный, такой темный-темный-темный. Ах, у меня все на пальцах. Блин, у меня все пальцы в соусе. Главное сейчас не сходить и не пописать. Потому что будет очень-очень-очень-очень больно. И что же, теперь второй пакетик двойной остроты. Второй пакет, поехали. О, двойнушка. Все такое оранжевое, ядреное. И, конечно же, ну, чтобы было наши там водоросли, кунжутные семечки. Почему бы и нет? Ну и вот, ребятки, что у нас получилось. Давайте перемешаем. То есть, мне надо это все съесть. И, включая этот, как его, бульон, я так понял. Неплохо, да, так? Вот это вот все острое, масляное. Масляно-острый соус. Реально, ядренность. Ну, ребятки, вам приятного аппетита. Это самая острая лапша, которую вы можете купить в магазинах. Поехали. Поехали. Не понял. Она слегка жгет, совсем чуть-чуть. Но не так, чтобы прям... Чтобы прям... Чтобы прям... Жгет, но приятно жгет. То есть, я реально, я могу это кушать практически каждый день. вот вообще без проблем. Блин, я думал, она... Я вот смотрел Грелькова, ему она реально немножко жгла. Но я что-то прям вообще... нифига. Я вот... Я чувствую, что тепло, да? Такое тепло идет. Губы немножко обжигаются. Но прям, чтобы я орал сейчас, как было от чипсины, а то и... Вообще нифига. Что-то как-то не хватает, мне кажется, здесь перца. Ну, пока молоко тоже не нужно. Так, ребятки, давайте-ка, знаете, что сделаем? Давайте-ка... Давайте мы добавим вот эти, ребята, вот сюда. Каролина Риппер, призрак, и игуана Флэггл, самая острая игуана. И острые, сухие призраки. Сухие, просто молотый, сухой призрак. Я не знаю, ребят, так как здесь какая-то прям, вот, нехватка остроты, давайте-ка сделаем чуть-чуть поострее. Ну что же, ребята, у нас еще осталось количество соуса вот здесь вот. Прямо достаточно. И давайте теперь добавим призрак. Просто сухой, потертый призрак. Игуана Флэггл. Вот так. Обычный... Ох! Обычный призрак. Дэйвс Инсэнити. То есть это один из самых первых, которые выпускали с призраком, это вот был Дэйв Инсэнити. Очень-очень острый. Где-то миллиона, около миллиона по шковелю. По шковелю, по шкале, по шкале, по шкале сковеля. Вот столечка. Каролина Риппер. Ну, ребята, это самое острое на данный момент перец, который делается в соусе. Это Каролина Риппер. Поехали. И теперь вот это вот мы все перемешиваем. Это просто один острый соус. Сейчас все сжечь начнет. Запах уже пошел. Я еще даже это не попробовал, у меня уже все начинает перчить. Реально, прям вот запах, как будто у вас брызгали сейчас из газового баллончика. Вот это я все перемешиваю. Вот это теперь острая лапша. Ну что же, Грильков Леха, Димка Америка ТВ. Все вы любите остренькое, да? А я пошел чуть-чуть повыше. Вован Твистовый я тоже недавно показывал, что у него типа вот такой. Вован, попробуй найти такой, если не найдешь. Хочешь, давай я тебе его пришлю. Ну все, ребятки, ни пуха, ни пира. Вот этого хватит, да? Что? Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Ребята, мне это плохо. Люблю вас, целую, до скорого.